Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Навального арестовывают, отпускают. Арестовывают, отпускают. Это продолжается так долго. Существует слух, что последний раз... Он тоже, может быть, привлекает так себе внимание. Да, последний раз лично вы отдали приказ, чтобы его выпустили. Существует такой слух, что Навальный — это проект Госдепартамента США. Еще есть слух, что Навальный — это проект так называемой команды Медведева. Значит, еще... Ну, есть множество слухов, чей проект Навальный. А вот, Владимир Владимирович, у меня следующий вопрос. Так, положа руку на сердце, скажите честно, Навальный — это ваш проект? Каждый конкретный человек, если является чьим-то проектом, то только проектом своих родителей. А вот все, что происходит в политической сфере нашей страны, отчасти, конечно, не во всем, но имея в виду два моих предыдущих президентских срока, работу в качестве представителя правительства, так или иначе, все эти люди являются результатом отчасти хотя бы моей деятельности. В чем заключается ее смысл и цель? В том, чтобы общество имело возможность познакомиться с разными людьми и с разными точками зрения на решение тех или иных проблем, перед которыми стоит страна, и на движение нашей страны к лучшему будущему. Вот в этой связи, безусловно, вот вы написали креативный класс и привлекли к себе мое внимание, поступили очень грамотно. Можно начать борьбу с наиболее острыми проблемами, ну, например, с коррупцией, и этим тоже привлечь к себе внимание. Я считаю, что любой человек, который так или иначе настроен на борьбу с тем или иным злом, он сам, прежде всего, должен быть безупречным. В этой связи, скажем, если ребята вот хотят бороться с алкоголем, они сами не пьют наверняка, даже по праздникам не пьют. Понимаете, вот это очень важно, это первое. Второе, нужно всем научиться действовать в рамках закона. И не просто шуметь и кричать держевора, а предлагать какую-то платформу, и быть при этом корректным, не проявлять агрессивности. Что касается приговоров, я за этим, поверьте мне, не слежу в ежедневном режиме. Мне показалось странным, не спорю, что один из проходивших по этому делу фигурантов, который начал сотрудничать со следствием, получил четыре с половиной года условно, а второму фигуранту, о котором вы упомянули, вломили пять лет реально. Но это суд сам должен определить, что там и как. Но я думаю, что самое главное, в том числе и когда мы принимали решение о либерализации политической деятельности и упрощении регистрации политических партий, заключалось в том, чтобы каждый мог проявить себя, а люди оценили, дали оценку тому, что это значит, и можно ли этим тем или другим гражданам доверять. Посмотрим в ходе политической кампании. Это господин оседлал очень модную тему борьбы с коррупцией. Повторяю еще раз, для того, чтобы бороться с коррупцией, прежде всего, самому нужно быть кристально чистым. Но там есть проблемы. У меня в этой связи, к сожалению, есть подозрение, что это просто способ завоевать очки, а не истинное желание решать проблему. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм расследования о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это? Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не бизнесом, не как бизнесом, а как ведом деятельности. Это виноделие. Вот очень хорошая деятельность, мне кажется, благородная. Но бизнес меня никогда не интересовал. Я не занимался этим. Никогда.